Врач, диагностика и коллективная помощь на расстоянии. 2020 в России в целом и в Алтайском крае в частности год технологического прорыва. Передовые информационные разработки настолько проникли в систему здравоохранения, что уже невозможное стало возможным. На страже здоровья населения телемедицина. К такому спокойному состоянию Галина Иванова нашла целый год. Из колеи выбили лишь журналисты. Появилось небольшое волнение. Ранее женщина несколько месяцев жила с давлением в 220. Ей одной из первых в поликлинике предложили поучаствовать в эксперименте. Дважды в день самостоятельно замерять давление с помощью умного прибора, который автоматически передает данные в поликлинику Барнаула и федеральный центр. А там уже не только контролируют, но и в случае необходимости стабилизируют состояние пациентов. Это люди с хроническими заболеваниями, люди, которые перенесли инфаркты, инсульты, имеют сахарный диабет, имеют степень высокого риска артериальной гипертонии, то есть довольно-таки сложные пациенты, которым действительно надо контроль. И еще мы брали пациентов, которые молодые, трудоспособные, но у них гипертоническая болезнь выявилась впервые, как бы они должны привыкнуть к этому контролю. И те, которые часто с кризами ходили на больничные, трудоспособные, мы их брали, и у них снизилось количество больничных. Врачи говорят, 92% участников за год пришли к нормальному уровню давления, так как врач, постоянно наблюдая данные дистанционного тонометра, тот же корректировал лечение. Хорошо кто-то, еще третий глаз, как говорится, смотрит за нами, наблюдают. По данным регионального Минстрава, несмотря на коронавирус и длительную приостановку плановой помощи в медучреждениях, с помощью диагностики на расстоянии удалось снизить смертность сердечно-сосудистых заболеваний. В эксперименте вместе с Галиной Ивановной участвует полторы тысячи человек. Наши героини за время эксперимента кураторы звонили только раз, когда пациентка забыла об утренней процедуре с тонометром. Она уверена, если бы ее состояние резко ухудшилось, ее одну не оставили бы. Пациенту вызывают скорую, если он не присылает данные и не выходит на связь. Сразу признаемся, пациент подставной. Это врач скорой медицинской помощи и сейчас на нем демонстрируют еще одну технологическую новинку – мобильный аппарат ЭКГ. Настоящий больной в его случае вряд ли окажется на кушетке и мобильность прибора как раз пригодится. И в машине, и в квартирах, то есть в абсолютно любых условиях. Все, что попадалось, все мои были. С 2020 года такими мобильными приборами оснастили все экипажи скорой помощи. Только по районам с такими ездят 230 бригад. В волшебном чемоданчике планшет и прибор для печати. 20 секунд и результат в руках. Электроды не связаны проводами непосредственно с планшетом, непосредственно с принтером. То есть печать и снятие ЭКГ провода мешать не будут. С нашим пациентом все хорошо. Для его возраста показатели в норме. Но в реальности так бывает не часто и кардиограмма требуется даже детям. Это заключение для врача скорой своего рода ориентир. Какое лечение применить, куда пациента вести. При этом данные человека система тут же отправляет в краевой кардиоцентр, где их принимает квалифицированный врач-кардиолог. Если в скорой сомневаются в интерпретации исследования, связываются со специалистами кардиоцентра. Такие оперативные дистанционные консультации и мобильность ЭКГ спасали десятки пациентов. К тому же мобильное ЭКГ позволяет вести базу данных на каждого пациента. Часто это необходимо, когда мы пациенту оказываем помощь. Либо в общественном месте, на улице, да даже и на дому не всегда у пациентов имеются ЭКГ электрокардиограммы для сравнения динамики. Это бывает очень важно. То есть посмотреть нет ли отрицательной динамики и соответственно принять своевременно тактическое решение. У врача-рентгенолога из Центральной районной больницы возникли сомнения с учетом клиники ананоза на прикорневую пневмонию. Смогли проанализировать архив и уточнить, что данная теневая картина, она в общем-то характерна как вариант нормы. И для воспалительного процесса здесь оснований не было. В диагностическом центре края свой архив рентгенов КТ-МРТ. Когда регион из-за коронавируса перешел на так называемый домашний режим, дистанционная помощь пришлась как нельзя кстати. Сейчас в крае реализуется программа по устранению цифрового неравенства и интернет уже приходит в отдаленные территории. Уже сейчас и более 100 ФАПов имеют возможность проведения дистанционных консультаций с крупными краевыми учреждениями. Врачи краевого центра уточняют заключение коллег из районов, дают советы по исследованию. В онлайн-формате дают рекомендации узких специалистов. Современный электронный архив позволяет вести на расстояние тщательное наблюдение за пациентом. Основной весь мануал есть для того, чтобы можно было с этими изображениями работать. С началом пандемии здесь работает консультативный центр, где принимают пациентов с подозрением на внебольничную или вирусную пневмонию. Но нередко обнаруживают и другие болезни. Практически каждый день выявляется один-два случая сопутствующих, в кавычках, сопутствующих заболеваний, таких как, например, опухоль легкого, туберкулез легкого. Пациент при этом, как бы, совершенно у него не было никаких симптомов. Таких не совсем профильных пациентов медики, конечно, не бросают. Направляют на доп. обследование и принаправляют к нужным врачам. За сутки через центр проходит порядка сотни человек. Тщательно наблюдают и других пациентов, тех, кто болен коронавирусом. Если показаний для пребывания в больнице нет, их амбулаторно ведут врачи на базе Краевого центра медпрофилактики онлайн или по телефону. Это консультативная мера, но ведь большая часть наших пациентов приходят в поликлинику как раз за консультацией. Поэтому на протяжении 12 дней мы можем использовать современные технологии, осуществлять вот такой вот мониторинг дистанционный. Раз в сутки врач спрашивает о состоянии здоровья, чтобы изменить тактику лечения или вызвать скорую или даже МВД, если больной не выходит на связь. По словам врачей, такая онлайн-практика удобнее самим пациентам. Поэтому, если они могут отказаться от госпитализации, делают выбор в пользу дома. Впрочем, помощь нужна не только пациентам. Эта весна показала, что в поддержке нуждаются и сами врачи. Коронавирус, новая для мировой медицины инфекция, до сих пор способна поставить в тупик медиков в стационарах. Течение COVID-19 еще только изучается. Выводы делать рано. Поэтому в районах и городах края предпочитают лишний раз советоваться с краевыми специалистами. Нам кажется, что это вопрос элементарный. Ему на месте в районе, на уровне, например, центральной районной больницы этот вопрос кажется архиважным. И получив на него ответ, он определяет свою тактику. И в отношении пациента это правильно. Черная – это здоровая. Будем говорить, ускорб. А вот это белая – это поражение. Анестезиолог-реаниматолог Андрей Пашков показывает снимок. Типичная пневмония. Его помощь коллегам требуется в более серьезных случаях. Пашков работает в консультационном центре для врачей. Оценивает снимки. С помощью видеокамер наблюдает за состоянием больных в реанимациях ковидных госпиталей. Такое введение пациентов с зараженных опасным вирусом во многом облегчает работу коллег. Защищает их от риска заражения. В день по консультациям бывает до 250 консультаций разного уровня. Это консультации по маршрутизации, по лечению, по переводу больных. Например, мы понимаем, что на территории одного из медицинских округов для данного пациента доступен перечень определенных консультаций. Если мы видим, что пациент настолько коморбиден и будет требовать высокоспециализированную помощь, то место локализации по лечению этого пациента будет уже на уровне города Барново. Все это приходится выяснять по телефону. Иногда даже успокаивать врача на том конце провода. К пятому месяцу пандемии в крае, признаются специалисты, не у всех выдерживают нервы. Сложным остается и подбор тактики лечения тяжелых пациентов. В этой небольшой комнате точно знают, врач работает на износ. Даже сутками это такой напряженный, непривычный для нас, скажем, формат работы. Поэтому достаточно тяжело. Запредельно напряженный график пять месяцев подряд и когда станет немного легче, сказать никто не берется. Но пережить этот непростой период помогает современной информационной технологии. 2020 год в этом смысле показательный. Сегодня в арсенале алтайских врачей электронный медкарты, базы данных, дистанционное наблюдение и консультирование. Сеть телемедицины расширяется и совершенствуется, ведь главная задача внедрения всех ноу-хау – сохранять здоровье и жизни жителей края. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Алексей Фризин. Специально для телеканала Толк.